Всем привет, друзья! В этом видео вы услышите 10 правил богатства Джона Рокфеллера. Джон Рокфеллер признан самым богатым человеком в мире за последние 100 лет, а это значит, что он богаче, чем Джейв Бейзерс, Билл Гейтс, Уоррен Баффет или Цаккерберг. Его финансовое состояние на сегодняшний день составляло бы больше 300 миллиардов долларов. Этим правила богатства Джон научил своего единственного сына, а тот передал своим пяти сыновьям. Сейчас династия Рокфеллера остается до сих пор одной из богатейших династий в мире. Отношение к этим людям может быть разное, но нужно признать, что они умеют быть богатыми. И во многом потому, что следует 12 правилам Джона Рокфеллера, который из бедной многодетной семьи стал с нуля долларовым миллиардером. Правило номер один. Меньше работай на кого-то. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже живешь. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер убедился на собственном примере, что работать не на себя – путь в никуда. Несмотря на то, что юный Джон быстро рос по карьерной лестнице и дослужился до руководителем компании, юный Джон рано понял, что дальнейшего роста нет и он заходит в тупик. Поэтому он уволился и занялся собственным бизнесом. Правило номер два. Экономь деньги. Ищи, где можно купить товары дешевле и оптом. Планируй список покупок заранее и покупай только то, что есть в списке. У Джона Рокфеллера была каждая копейка на счету. Он не тратил деньги на то, что не было нацелено на умножение капитала. Еще с малого детства он копил сбережения, откладывая деньги в копилку, что позволило ему в 13 лет выдать суду в проценты, а в 18 лет стать партнером по бизнесу. Правило номер три. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если нет денег совсем, надо делать бизнес срочно. Именно в открытии своего бизнеса Джон Рокфеллер видел возможности избавиться от бедности. И на своем примере отлично это доказал. Ему удалось превратиться из бедного человека в миллиардера. Правило номер четыре. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе независимо от твоих усилий. Создай источник пассивного дохода и живи в свое удовольствие. Джон Рокфеллер постепенно превратился из бизнесмена в инвестора. Он был собственником большого количества крупных компаний, которые приносили ему доход без особого вмешательства. Только пассивный доход, у которого нет преград, может стать источником большого богатства. Правило номер пять. Деньги приходят к тебе через других людей. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Джон Рокфеллер был убежден, что общение с другими людьми помогает прийти к богатству. Например, в своей нефтяной компании Standard Oil Джон Рокфеллер выдавал зарплату работникам акциями компании. Таким образом, они становились лично заинтересованы в успехе личного дела, ведь от этого зависел их личный доход по акциям. Поэтому работали с максимальным усердием, обогащая и себя, и владельца компании. Правило номер шесть. Бедное окружение практически всегда тянет в бедность. Окружай себя успешными людьми и оптимистами. Рокфеллер понимал, что у бедных людей психология бедного. Они всегда жаловались и не брали на себя ответственность. Поэтому общение с ними не несет в себе ничего конструктивного, а наоборот психологически склоняют к собственному переходу на логичные мысли. Богатые люди, наоборот, имеют психологию успеха, они мыслят возможностями, способны зарядить и мотивировать своим оптимизмом других. Общение с такими людьми всегда конструктивно и полезно. Правило номер семь. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывай себе оправдания, почему именно сейчас ты не можешь начать идти к своей цели. Часто люди пытаются оправдать свою нерешительность какими-то внешними причинами. Придумывая их, человек лишь обрекает себя на бедность. Правило номер восемь. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Самые богатые люди в мире на собственном примере доказали, как можно достичь успех. Поэтому их истории и мысли всегда можно использовать как правило богатства. Правило номер девять. Мечты – это главное в твоей жизни. Человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Джон Рокфеллер был убежден, что мечтать не только не вредно, но и полезно, и даже необходимо. А если у человека нет мечты, нет видения своего будущего, ему к нечему стремиться. Сам Джон Рокфеллер мечтал с детства заработать больше 100 тысяч долларов, а заработал более 1 миллиарда. Правило номер десять – помогай людям бескорыстно, от чистого сердца, но только тем, кому ты сам хочешь помочь. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. Джон Рокфеллер с раннего возраста жертвовал 10% в церкви. Позднее занялся финансированием и других благотворительных проектов. Вот такие они – 10 правил богатства Джона Рокфеллера. Возьмите себе их на заметку и применяйте в жизни.